здравствуйте в эфире сто восемьдесят седьмой выпуск аудио дайджеста старт шеер меня зовут димаш из ойсберг и сегодня в нашей виртуальной студии растянувшись на тысячу километров собрались два игрока редакции стратега никита привет всем привет ну чё поиграл рассказывай ну наверное самое такое интересное это персонаж 3 вышел переиздал да кто там у нас обзор ты можешь писать да от меня будет обзор чем как изначально я планирую сразу брать особенно после новости о локализации грех не взять кстати да кстати да но этот помыкался посмотрел на ценники что турции что даже на компьютер бать надо признаться он прям кусается от пяти это если повезет да там цены последнее время безумные ну да ладно спасибо филу геймпас на месяц за месяц думаешь успеешь ну блин слушай почему нет игра большая просто игра большая но у меня отпуск впереди на неделю а а ну так продумано так все реально да вполне успел ну там на самом деле пока еще не успел не то чтобы много пройти там не совсем понятно то есть те кто играл в персону представляешь там разделение по дням условно там полтора месяца ихнего времени я сыграл мельком успел взглянуть на то что она из себя представляет ну там же типа нара как всегда семестр типа там полгода но месяца четыре наверное уж я не знаю до этого из персон я игра в общем только в пятерку пятерку и потом пятерку ты окрыли ну этот королевская переиздание с дополнениями где расширили добавили новый семестр на сути дела там до был вот один условный год из того что по сюжету те говорят здесь вроде как тоже будет один год будет я только не знаю будет ли он как-то обрезан потому что допустим в той же пятой персоне да ну ты изначальный который был но там был один семестр буквально вырезан его уже потом добавляли качестве dlc не уже есть педе должен быть все даже вроде летние филеры должны быть на по моему 100 часов для нее я думаю нормально но это 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 жир паге господа тут 100 плюс как бы хочешь не хочешь вот она да но если конечно даже если торопиться все равно там дофига времени уходят если так чисто смотреть вот на сравнение с той же пятеркой тут же у нас как она ее на новый движок посадили всю графику переделали она по качеству картинка все-таки не дотягивает до пятерки переиздания вот этого расширенного издания как она там называлась то ты помнишь не помнишь а рояль до кустах то есть графически она все-таки не дотягивает до рояля но выглядит вполне себе достойно для японской игры ну как бы если посмотреть на оригинальную третью да как она выглядит то мне кажется ощутимая разница если смотреть на рига то это прямо конечно да бросается в глаза насколько она стала лучше то есть да видны какие-то вещи если смотреть по дизайну той же башни куда мы ходим ну условно рейд подземелье там называйте как хотите но с пятеркой прямо он сильно проигрывает в качестве в плане своего что визуального дизайна что левого дизайна ну такой простенькие коридорчики там что-то заколуки одинаковые но говорят по сравнению с оригиналом его все-таки сделали ну получше поинтереснее пошла в оригинале насколько я помню там максимально тупая дрочь ну вот вообще не может просто ходишь туда как на работу может тут я ничего не скажу что в оригинал я естественно не играл смотрю вот как она уже есть с другой стороны здесь в пятерке был прямо такой вздрючный тайм-менеджмент особенно если ты хотел взять платина потому что тебе надо было прокачать все конфидентаты то есть все связи на десятку там все умения на сколько там на пятерку по моему короче максимально в уровне прокачать и чтобы это сделать надо было прям очень сильно задрачиваться в плане составления расписания иначе ты что-нибудь где-нибудь обязательно не успеешь по моим ощущениям в тройке не так во первых социальных навыков здесь всего три но меньше да что уже значительно те упрощает все дела и по остальным они то есть я не знаю было это в оригинале нет но тут такие появляются подсказки что там сейчас ты можешь повысить допустим связь берешь нужную персону там прям перед тем как потратить время условно там день полдень а там на разговор с каким-то социальным работникам с кем ты повышаешь дорожку тебя понять вопрос подсказывают вот сегодня вы повысите и не сегодня повысить то есть более менее такой ну легче но удобно может быть как раз таки оглядываясь на пятерку то что не роял делали может они как раз таки посмотрели что надо бы для массы сделать пошире поможет да потому что в роял ну как в роял это стало намного проще за счет вот этого семестра но дополнительное время да да тебе дали дополнительное время чтобы все сделать все окей уже никаких проблем не было ворвусь с рекламой до нашего сайта кому хочется платинку получить там у нас на сайте кинасти писала гайдики поэтому заглядывайте это вам поможет довольно таки сильно в менеджменте того самого времени поэтому у нас есть гайдики на персонки билеты заглядывайте все реклама закончилась опять же ту же пятерку я считал безумно стильной игрой в плане визуального стиля дизайна это прям шик был тройка на мой взгляд все таки она тоже очень стильная но чё-то где-то вот ну а наш первое которое как бы вот я уже не шин мегами танцы я нечто другое поэтому наш таки первые шашки в сторону от мегами танцы от его жуткой вот этой серости и нуарности поэтому да она тут еще до остается во первых это видно по сюжету депрессивный шоппи пяо рачный более более депрессивный насыщенный вот даже сам тот способ как они вызывают у нас интересно кстати не знаю финал переделают как либо потому что он же там далеко не веселый типа хэппи-энда ну как бы типа нет вот интересно что нибудь меняли в угоду современности или оставили как было интересно посмотрим посмотрим будет видно хорошо продолжайте про дизайн и да ну с боевкой там все понятно это все та же самая боевка на вот как тянулась самого начала так тянется до сих пор там что спите с первой до пятерки что шин мегами танцы слияние персон нахождение уязвимости и все эти но они просто типости стележность подкидывают и юзабилити скажем так увеличивают от части к части но суть не меняется как и персоны плюс-минус остаются те же это наш они фишку финалки по сути взяли у нас в каждой части плюс-минус есть все старое ну такой условный набор покемон да типа лор все-таки аля один остается от персоны к персоне но прикольно в общем приятная игрушка посмотрим насчет локализации она довольно неплохая на самом деле есть у меня вопрос только к некоторым больная тема русской локализации каких-то местах они окей хорошие там либо нормально в каких-то местах они неплохие они просто знаешь странные особенно когда просто запускаешь игру эти прямо огромными такими буквами буквально на весь экран нажмите любую кнопку ну да это просто странно чем зачем ну ладно окей короче пока предварительно ремейк ну типа годный для всех любителей персон японских джи рпг вот таких классических грабы годнота серьезно здорово обязательно прохождение тем более теперь когда но с локализацией но полегче да это ну грех не воспользоваться вообще таким шансом в принципе тоже пятерка там ну что вообще по серии персон там английский язык не то что прямо очень сложный то есть если сравнивать там не знаю с якудзой да в якудзе английский сложный там много фразеологизмов много таких ну все таки с этим жаргонных понятий которые банально неудобно да понимать переводить в одном как бы школьнички бегают и простенько общаются а в другом якудзы на сложные темы пытаются тебе философию задвигать но если мы конечно не смотрим на сайт философии мини-игры там там своя жизнь где якудзе трэш очевидный вообще конечно очень приятно что сега внезапно взялись за первую за локализацию то есть сейчас у нас что у нас из серии персона опять же персона тактик получит локализацию не на выходе но он как патчем завезут и те же якудзе все пошли с локализации но через одну скажем так но пошли ну ну через какую одну начиная с лайка драгон как серии ну этот этот филерок про кирюху он не переведен который человек без имени а номерная переведена да поэтому они так типа как то нет по-моему там есть первое разве по моему не было а кто поиграл напишите нам в комментариях пожалуйста уточните в моменте не дарит на понятно почему они допустим и шин локализации не стали но это за это совсем отдельная штука да плюс такая типа фольклорная скажем так игрушка старая не просто ремейк с другой стороны опять же третья персона тоже ремейк ну и локализации атласы все-таки пытаются подзаработать денег для своей компании по ходу да они понимают что их не серия довольно популярно стало они ищут но благодаря пятерки рынке поэтому они они на ком выпускают wish они даже теперь везде все выпускают поэтому ну напомним да что атлус и буквально пару лет назад были на грани закрытия поэтому их стремление довольно таки ясны и понятны молодцы ребята и ну слушай им это дает свои плоды молодцы до вопросов нету тройку даже несмотря на то что она в геймпассе и люди там очень многие прям очень многие играют мне сейчас бесплатно ну условно покупает нам подписку хоть даже на месяц тройка уже продалась тиражом более миллиона и для японских игр это очень большой показатель на самом деле это так что за благополучие атлас тех похоже можно не беспокоиться радуемся за атласов ждем от них персону 6 вот хорошо с персоной понятно мы прям очень много времени уделили ждем обзорчик это же персон есть еще ну сейчас я почему от персон прервался тут от 11 бит студио появилась игра но я вам о ней не расскажу интрига потому что пока нельзя но вещь стоящая скажем так для любителей сюжетных таких ориентированных вещей там такой пошаговой боевки немножко мрачном сеттинге прям ждите тоже обзор будет как только будет скажем так снять эмбарку по нему все понятно но в дайджесте аудио дайджесте ловите никиту он обычно через одну появляется будем с него трясти информацию окей ну что у нас еще ханкай понятное дело китайское казино куда без него я пока не добрался до сюжета чисто захожу по форме пока времени то есть ты не смотрел еще на нет ну как бы только трейлеры и прочее как бы ручками я пока не зашел пощупать хуя лап пытается вовсю мне слить инфу спойлерную но получается пока немножко и выйдет ну это же будет спойлер в сюжет я там уже прошел естественно потому что опять же ну там как бы завязано пока сюжет не пройдешь тебе новые локации не откроются и пофармить не кстати вот новый апдейт мне нравится чем они дали возможность данжики пофармить вот временно когда в баннере есть все они разрешают и весь фарм который появляется в новых локациях и которые открываются для новых персонажей типа они такие такой галочка ну временный доступ ты просто берешь туда и сразу в него входишь пофиг где он там находится нет звучит двусмысленным нет слушай вот это вот как та же проблема которая была у игроков геншина которые не знаю начинали играть вот только начинали играть с конью там и надзумы фонтейна прочих выбивали ивентовых персонажей а у них закрыто все да те говорят иди фарме ресурсы для их прокачки туда для этого пройдясь уже дай бог часов через 50 да ну а кстати до сих пор геншин так ничего в этом плане и не поменял не знаю ребята что там забуксовали последнее время если честно фиг знает почему почему очень серьезно особенно фоне того что я вижу в ханкая геншин пребывал да он как будто бы тонет товарищ что нет ему плохо ему очень плохо но не будем о грустном да короче новый апдейт я пока не добрался но на вид все хайпово пока захожу собираю всякие вкусняшки которые нам раздают не слушай в плане сюжета хорошая интрига задела на будущее видно что да они продолжают вот эту тему которые ближе к скорее к их нему оригинальному ханкаю три вот этого три эрт как черт ну ты понял третий вот то что он такой более мрачный по сюжету такими более серьезными темами вам типа не детская сказка вам будет плохо будет но ты шрофлу уже были когда на стриме показали этого паренька который появлялся еще в ханкеке 3 на стриме когда-то давно и он короче был ответственный за арку с химика где она собственно ну того этого отъехала героично и все таки и знаешь говорит на этом стриме типа вас ждет такая расслабленная веселая ненапряжная история все-таки да 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 верим верим в общем а мем разошелся короче этому чуваку нельзя доверять ни разу так что особенно чем не сейчас проще понравилось на пинаконе это всякие головоломки типа от мистичков и там поэтому оптических завезли вот этих да там завезли оптических головок то есть появились такие ну что-то вроде огромных комнат головоломка где ты можешь перемещаться в любом пространстве то есть постоянно по потолку убегаются вот этим очень много всего связано и даже сама карта на таком 3d исполнение сделано кляну звучит то есть это я бы здорово они заморочились звучит хорошо надо таки добраться все это самому пощупать так а ну баннеры скамели нет чё крутил не крутил слушай после того как меня предыдущий баннер просками на кавку нет я еще и тогда вытащил потратив что-то в общем открутив гарант там до двойную норму сходил 2 сходив до двойную вон но там по 80 круток в каждую я думаю естественно я крутил кавку потому что хотел взять лебеди дот команда они вот как ну по предварительным обзорам там у них очень сильная синергия будет хорошо ладно у меня есть там открутить был остались плюс под фарма здесь запасы под один гаранта словно ну не гаранта на одно выпадение думаю ну ладно посмотрим что из этого выйдет 78 все-таки лебедь спасибо это хорошо это мы берем не но синергия у них и правда сильная даже по-моему без конуса даже на стандартам это их условно там они у меня прокачаны ну не далеко не идеально не все следы сделаны там на десятку есть же новый режим сейчас где четыре зала условно сейчас он второй режим первый был связанный с эрудицией сейчас связанные как раз с небытием на дотах да да то есть если эрудицию последний вот это четвертый условный зал то есть там как максимальное количество очков которые можно получить 80 тысяч но на три звезды достаточно 60 вырудиция едете 60 или вытащим с четвертого зала перепробов разные комбинации здесь же на изи все 80 были забрали кайф расчехляю свою дот тиму да прям ну тоже кавка лебедь и там во второй комнате так скажем там аргенте там у меня затащила куар нормально тоже есть мне тоже выпал это же покачал там собственно куар химика жуан мэй и все давай до свидания у вас еще товарищи жун мей но она как сильно баффа да она очень сильно баффа я не крутил я жду райден мэй жду райден мэй все ничего не знаю каплю на ней данные тоже хочу выкрутить опять же я так посматриваю еще на искорку но вот и да я тоже жду информацию некоторую да не будем сильно уточнять какую посмотреть как она будет ли работать будет ли она в хелпу ты ахер он пушит как бы под данилу то понятно уже что искорка прям ну либо судя по всему а вот надо ли под туда на суши нет она даже больше в моно квант идет у нее след увеличивающие прямо у ну это для ценителей моно team туда и сюда это мы знаем там у нее есть след прямо серьезно увеличить что-то по моему стандартно увеличивает на 15 на 15 процентов урон всей команды а если это моно команда еще плюс сто процентов к этому на 30 процентов просто с нифига да что-то у нее там было вкусно и ну в общем короче надо рассмотрелась условную до под условную ценцу е ну это шестизвездочный персонаж иногда это мы знаем ну короче ждем ждем что там будет у нас официальных информаций по этому делу будем смотреть окей поезд хорошо что у тебя было а что у меня но я поиграл в этот как и говорил роллер дром попробовал такими его разрекламе ли все вокруг ну если честно мне не очень понравилось я чё-то что-то я ждал наверное от нее другое или фиг знает может по настроению не зашло короче суть в чем чего мне не понравилось мне не понравилось во первых управление ну какое-то ну знаешь такое топорное что ли фиг знает ватное ну как-то ну блин не знаю как-то импакта от него что ли не хватает фиг знает сложно объяснить мне короче мне не понравилось от части управления а от второй части мне не понравилась собственно суть игры скажем так в общем какой какой суть у игры сюжет там какой-то тривиальный я его начал в итоге скипать но судя по всему у нас там дама дочка прошлого чемпиона идти в роллер дрома суть в чем 2030 год типа общество все еще дальше деградирует и любит мясные игры поэтому у нас есть некий такой аналог и помнишь кино было это смертельная гонка но здесь не машины здесь мы короче на роликах четырехколесных катаемся из пушек расстреливаем чувачков первое что я думал мы будем соревноваться с такими же чувачками на роликах то есть будут такие покатушки догонушки ну думаю будет больше экшена оказалось первое что оказалось на карте просто фиксированных местах появляются чуваки ну разных видов там кто-то с колотушкой кто-то там с ракетницей очень такие знаешь нюансы у каждого есть каждый там в итоге по-своему разбирается разным оружием а вот они стоят на местах и по сути только в те стреляют то есть первое чем не понравилось они просто появляются мобы которых ты вот методично убиваешь но это уже тирка ну отчасти да то есть и чтобы это не было уныло разработчики сделали некое ограничение в виде патронов ограниченного количества у тебя в обойме на каждый вид оружия они там либо ну короче разница количество у тебя зарядов и пополняются они путем того что тебе нужно делать трюки то есть нас там понятно рампы всякие прыжки и горочки прочее тебе нужно вот подпрыгивать делать там флипы перевороты в общем суть в чем у тебя там три кнопки две даже наверно одна отвечает за трюк и в сторону по ну короче три кнопки до стороны вторая за стрельбу в общем делаешь трюки восполняешь патроны соответственно продолжаешь дальше убийство этих чувачков в целом ну да есть там если тебе нужно большие результаты есть ты хочешь платину то нужно все таки да там соображать как-то вовремя комбинировать чтобы не сбивался у тебя там множитель и патрончики там по эффектно как бы типа как будто бы эффектно прыгаешь вертишься заработал очки там слоу-мо расстрелял чуваков у там есть нюансы на слоу-мо вот звучит вроде бы прикольно да я рассказываю вроде слоу-мо там трюки пострелушки разберушки на деле как-то ну лично мне ну не очень весело оказалось потому что ты как бы едешь от одного моба такую блин патроны закончились едешь ты ищешь рампу где бы сигануть успешно подпрыгнуть чтоб нормально нафинтите патронов накрутить едешь потом обратно к этому чуваку ну вот динамика как-то проседает сильно единственный плюс во всей этой ситуации что в опциях у нас опять есть волшебные кнопочки можно подключить себе читов и они не ломают тебе трофейки получения то есть можно включить бесконечное здоровье патроны и замедление времени и чё там еще было а можно типа сделать игнор этих челленджей чтобы у тебя сразу открывались дальше сюжет на задание но это такое какое бесполезная фигня сидишь на платину вот короче со включенными читами ну как-то повеселее становится ты там бесконечно стреляешь там жонглируешь оружием уже как-то весело то есть катаешь стреляешь ну для платины понятно нужно делать множительную даже если так ты знаешь менее уже сконцентрирован там на получении патронов ты больше такой типа здесь на рампе красиво проеду расстреляю чувака там как-нибудь финтану сделаю то то есть уже движа как-то побольше вот знаешь убрали вот эту вот фигню с заморачиванием над патронами но есть понятно для чего это было добавлено в игру чтобы тебе не было довольно таки так просто ну то есть какой-то мотиватор был делать эти трюки в принципе 6 на платину не заинтересован этой трюки вообще делать не будешь просто будешь ехать стрелять не знаешь даже с того момента как ты как ты сказал но там завезли легальные читы и с ними веселее это уже говорит о плохом гейм-дизайне да да когда ты включаешь читы и тебе становится веселее блин то значит в игре прям что-то пошло немножко не туда ну реально становится веселее и не только потому что платину получить становится проще но реально вот мне геймплей на просто стало веселее ну блин вот реально вот как становится как я рассказываю подпрыгиваешь финтуешь там просто по приколу финтуешь расстреляешь там с ракетницы тому в голову тому с этой со снайперки на пол карты в другую сторону стрельну все целого летит отпускаешь и бум умерли но более ну вот вот уже вот тут работает веселье и правда какое-то ну с другой стороны хорошо что разработчики все-таки видать под конец это поняли и добавили вот этого опция и она не убивает трофейки это было бы все-таки немножко грустнее вот вот ну попробовать в принципе наверное стоит учитывая что она в подписке у кого есть подписка это бесплатно то есть попробовать в принципе стоит и как я понял тут разработчиков оли оли ворлда и тут знаешь такой сразу диссонанса это это они делали тут знаешь дешевый сэл шейдинг модельки такие странноватенькие ну чё-то странненько ну не знаю если это от них и правда не проверял но как эксперимент в принципе почему нет компании должны все-таки студии разработчики должны экспериментировать не делать тупо одно и то же мне кажется эксперимент это хорошо рассказать что он удачный прям на сто процентов ну не готов я так заявить короче с читами если честно вот не парьтесь как мой совет не надо там строить из себя мега каких-то там задротов в реально мне кажется лучше включить их и получить удовольствие чем вот музыкаться на стандартных правилах на стандарт я чуть-чуть поиграл со стандартными правилами но честно как-то так это уныло не можно наверное там в задротится там вот это изворачиваться делать какие-то финты там все по уму ну блин а фан где мы все-таки в игры за фаном идем в первую очередь в общем такая игра спорненькая не могу сказать что прям ужасная но вот вы услышали мы мои претензии скажем так игре они таковы но как говорится на халяву можно и попробовать ну да у кого есть в принципе да пластинка за счет читов там буквально чё нас написали 10 плюс сложность двоечка поэтому пару вечеров потратить и можно выбить вполне себе вполне а вот это получается роллер дром поигран а еще мы буквально вчера ну короче как выйдет выпуск будет уже не вчера но суть в том что мы с егором на стримчике поиграли в скал инбоунс бетку чуть-чуть до запись еще будет на твиче можете попробовать поглядеть кому интересно он уже да внезапно даже бета у меня заработал у меня обычно на бета киш не пускает даже пустил но я такой шутил если игра фуфло меня пускает на бет когда игра хорошая нифига не пускает она короче очень такое себе но с моих впечатлений да я думаю егор тоже поддержит суть в чем это очень похоже наше на нечто среднее между третьим ассасином и блэк флагом ну в плане то что мы на корабле плаваем то есть оно и не то и не сё такое что-то посерединке мега аркадная мега такое вот ну корабль от него как-то импакта никакого то есть ты едешь рулишь в разные стороны он просто как говно в проруби болтыхается ничего им особо не мешает ветер на него влияет только когда ты на полном парусе идешь когда ты на среднем низком она вообще как ветер на тебя волны и сильно ничего тебя не трогает а убить корабль как-то там тоже сложно ну в общем а пушечки стреляют не как ну типа в блэк флаге там борт весь засран пушками они такие довольно таки быстро почти в унисон стреляли а здесь они как пулемет такой пил 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 по очереди такой чё сразу стрельнуть вы не можете слушай мне кажется им надо было взять просто вот эту водную так скажем составляющую из блэк флага и тупо ее расширить вот это как бы вроде и ожидалось а как-то нет не может быть там наш в чем главная проблема еще игры это мимо ну за 70 баксов да мы уже все думаю интернет смотрели это же да все в курсе и в геймо говорит про свою игру что она стоит своих денег и ну спорно да то есть главный момент это по сути они сделали мимо то есть там плаваешь тебя там другие люди плавают кстати удивительно мы плавали сколько там часа два ни один человек на нас не агрессировал ну то есть я только как битый да там в сейв зоне решил потаранить людей там попробовать с ними что-то сделать но в плавании вообще все ездят делают задания то есть все таки культурные то есть знаешь нету никакого пк шинга ну то есть эти там нам на споте кто-нибудь дрючат забирают эти все таки культурные то удивительно непонятно и блин ну она скучная в плане но сюжет понятно там дефолтная какая-то фигня про пиратов скучно я скипал и суть в чем ты реально как в мимо то есть ездишь от точки к точке набираешь сайды делаешь то есть поедь туда собери кокосов поедь сюда потопи фигню соберись него кокосов поедет туда продай кокосов но были бы волки мы бы жопы волков собирали да но так как волков нету мы собираем кукосы траву камни и всякие грузы с людей и блин это скучно и самый еще момент нас жестко ограничивают за прокачкой то есть ты можешь приплыть на остров там стоит торговец он продает какой-то классный рецепт то есть все рецепты нужно покупать на пушки там но на всю весь апгрейд корабля или как бы такой классный приплыл вроде бы он говорит ну у тебя ранг днище прокачайся до полу днище и приплывай заново а рецепт главное стоит на буквально копейки пусть деньги у тебя есть те просто не продают потому что тени достаточно репутации и ты думаешь игра про пиратов какая репутация давайте просто вскрою заберу твои чертежи ну диссонанс знаешь такой типа ты пират вроде обеспределить нельзя но еще услышав все это я прямо вангую появится на релизе магазинчик экономия времени а там уже донатные валюты есть там уже зачатки как они любят в ассасинах делать скины за донат то есть скоро там я точно появится ресурсы за данным все будет ну то есть кто играл сетевые режимы ассасинов все на месте их политика монетизации сетевого режима а здесь просто в принципе мимо да учитывая что это мимо это вы умножаете еще всю эту политику на 2 и тут вспоминаем что игра стоить будет 70 баксов евро ты такой прикольно у вас ребята не финалка 14 чтобы так жестить вопросов уйма походу те кто ждал каких-то подобия корсаров да не а бардаш кстати егор мне говорит сделай бардаш и такой ну давай такой наш интригу делать типа давайте посмотрим со стороны бардаш знаешь как он выглядит ты просто пытаешься прицелиться попасть к руками когда ты в итоге попал просто проигрывается маленькая катсценка как вы бьетесь бортами и все ты ограбил корабль забирай ресурсы то есть в если вы ждали как будет в блэк флаге или в третьих ассасинах джо там высаживать да даже есть как в корсарах чтобы высаживайтесь там как-то сабелькой машете хоть что-то делать на корабле не не забудьте это по сути авто абордаж практически в общем учитывая сколько скажем так бед претерпевала разработка skyland bone сколько раз его перезапускали и что вот сейчас похоже видно в бете загнется она быстро очень и решили его посуду выпустить вот хоть что-то чтобы от них отстали да у них там обязательства поэтому им им нужно это выпустить ну и опять же скорее всего через полгода год они сделают и условно бесплатно и скажут спасибо тем кто купил я не знаю кто это будет кто будет покупать ну то есть они вот вам значок да они явно наверное надеются на первые продажи чтобы хоть как-то денег заработать и потом ну блин реально я не вижу других вариантов как сделать ее условно бесплатной потому что но она она по-другому можно серваки через полгода закрывать просто за деньги вот ездить без волну как бы вот без какой-то цели там плавать вот гриндить но извините за 70 баксов эта игра не настолько прекрасно за бесплатно ну в принципе можно в ней поплавать что там потыкаться там команды до трех человек ну так чисто по фану как это под пивасные приключения как говорится да ну да можно было бы это с кучей условностей просто на вид гринд там лютый по ощущениям прям жесткий как будто бы вот такие дела вот такая вот игра можете стримчик посмотреть он еще будет я думаю на твиче буквально где-то в районе недели он еще там задержится а потом вывод или твиче а вот это давай наверное уже по подписочке поговорим и будем закругляться то что у нас много цифрок уже на таймере а геймпасс 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 у нас там добавится некоторое количество игр большая часть уже доступна наверное будет к выходу ну короче смотрите первая игра 6 февраля уже доступна это какой-то а ну карт а не знаю что такое на самом деле смотря на список просто так половина ты кто такой ну да давай наверное по другому из знакомого это резьба 3 это интересно добавится 13 февраля а bloodstained ритуал of the night добавится 14 февраля а и маленькая прикольная достаточно индюшечка это little to the left это такая маленькая забавная индюшка как я и сказал 14 февраля добавится вот скажем так вот эти три игры наверное самые такие интересные ну train sim world сильно на любителя 7 февраля уже доступен собственно там восьмого еще будет modern and fail 24 любителей не очень много но они есть но это американский футбол если вдруг кто не знал это ну в принципе дисциплина своеобразная но говорят и на как игра сделана внезапно очень даже хорошо как игра сделана она хорошо именно вот в америке она пользуется на самом деле очень большой популярностью у нее там довольно крупные продажи и в принципе даже я проси знаю несколько человек которые до упарываются по этой серии очень для как бы нашей аудитории это очень нишевая игра но своего человека на вроде как реально сделано качественно из года в год вроде как фифу делают одно и то же но качественное вроде бы кто интересуется забирайте так она карту уже рассказали и остается еще какой-то playtap это какая-то тоже маленькая индюшка судя по всему но по картинке похоже видимо на что-то типа игры про переезды и про поворство вот эти вот все коопные игрульки в общем будет 15 февраля и какая-то еще игра return to grace без понятия что такое 20 февраля будет доступно тоже видимо индюк какой-то судя по картиночке вот вроде никого не забыли да нет никого ну и парочка игр покидает каталоги геймпасса это галактика цивилизейшн третий 15 февраля и опус эхо стронг старсонг какой-то но но ни одну ни другую не знаю хотя по названию первых можно предположить что это но первое понятно себя представляет и вода космическая цива то есть это какое-то явно пошаговая ну наверное не ртс все таки просто стратежка в духе цивилизации наверное никто из нас не играл мы вам точно не скажем что это такое а второе отчет звучит как платформер если честно в общем две эти игры у нас заберут 15 февраля если вдруг кто-то не поиграл играйте цивилизация 3 галактическая доступна только на пока ну логично это стратежки они редко выходят на консолях а ну и собственно это про геймпасс принципе все добавляют ну в принципе вкусные вещи добавляют достаточно даже резьба 3 почему нет кто до сих пор не поиграл можно поиграть егор мы не будем предлагать тренсим а то у нас постукает все тогда давай закругляться большой опять получился выпуск я плачу я плачу окей ну да да ну ладно надеюсь было здорово всем это послушать а кстати за комментарии на ютубчике товарищу спасибо за развернуты да я почитал лукасы поставлены поэтому комментарии приятно видеть когда они появляются благодарочка за комментарии почитал а вот ждем еще другие комментарии это ну это здорово когда вы комментируете активность это всегда классно нам радостно от этого а как всегда я вам напоминаю да не забывайте заходить к нам на сайте вот материальчики там у нас появляются и в прошлом аудио дайджесте вдруг кто не слушал там ягур занонсил возможные обзоры какие можно ожидать поэтому кто не слушал послушайте вот от никиты ждем обзорчик по персоне в скором времени ну я бы не стал говорить прямо в скором времени но он будет вот кому интересно по дакару я тоже сделал обзорчик ждем когда его можно будет запустить поэтому кто ждал видео обзорчик когда разрешат появится тоже на сайте по дакару рекламки материалов ну и не забывайте заходить к нам на твич на youtube тоже вот так комментировать комментарии это классно подписывайтесь уже ставьте лукасы мы вам в ответ поставим чего-нибудь тоже дальше у нас vk telegram в телеграме там как я понял егор до вернул девочек кто просил там все на месте теперь опять вернулась в vk все тоже на месте в общем тоже на все это подписывайтесь там делайте актив вот это вот все и яндекс дем тоже никуда не делся он тоже всегда с нами пользуйтесь всем хорошего настроения играйте хорошие игры всем пока всем пока